Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогая команда! Записываю видео специально для наших партнеров, потому что у нас свой метод построения. Я хочу обратиться ко всем людям, которые находятся в команде Ишбаева Регина. Возможно, видео кому-то еще будет полезно. Смотрите, друзья, когда вы приходите в бизнес, вы вместе со спонсором строите командную ветку. Первую. Это ваша ветка. Она базовая. Возможно, она называется базовая, и вам кажется, что это чужая ветка. Но на самом деле, с той поры, как вы зарегистрировались, и с той поры, как к вам пошли регистрации людей, то ваша ветка первая начала расти. Если вы, конечно, думаете, что спонсор вам построит эту первую ветку, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что 5% бонус, когда вы будете директором, вы будете получать именно с первой базовой ветки. Она будет кормить вас всю жизнь. Если ваша ветка тухленькая, и вы пожалели людей в эту ветку, то, к сожалению, денег будет мало, и вы будете бедным директором. Поэтому, друзья, что мы делаем? Если вы действительно пришли зарабатывать здесь деньги, если вы пришли действительно здесь строить бизнес, я вам хочу дать рекомендацию. Если у вас сейчас есть первая ветка растущая, даже если вы на 22%, не нужно бежать строить свою вторую ветку до тех пор, пока в вашей базовой ветке нету пяти-семи активно рекрутирующих людей. Кто такой активно рекрутирующий человек? Это не тот человек, который пришел и за полгода раз зарегистрировал человека. Это не подходит нам. Это не тот человек, который пришел и ищет свой метод, и вы думаете, что он в будущем попрет. Это тот человек, который сегодня настроен, который сегодня обучается, приглашает людей, регистрирует людей, сопровождает людей. Вот этот человек обучается, проводит вебинары, этот человек настроен на бизнес, и этот человек считается ключевым партнером. Все остальные не считаются. Если вы зарегистрировали такого человека, ваше командное построение в первой ветке отличное, и среди 5-7 ключевых партнеров на 22% двое лично вами приглашенные, и если вы видите, какой прогресс в вашей ветке, все идет дальше, рост, то вы смело, со спокойной душой, с чувством выполненного долга переходите во вторую командную ветку, с нуля начинаете ее растить. Когда в вашей второй командной ветке, а для кого-то она будет первая, будет 5-7 активно приглашающих людей, лидеров, двое из которых будут ваши, вы можете смело строить третью. Почему это важно? Потому что, когда бывает очень часто такое в последнее время, я слышу, прям вот меня это, если честно, бесит, простите уж, но бывает часто такое, человек приходит и говорит, ну ты знаешь, вот ты мне пока веточку построй, а я вот своих людей буду во вторую регистрировать, я их пока приберегу. Так мы не работаем. Знаете почему? Потому что, когда я делала ветки, растила свои первые три ветки, я активно приглашала людей, неважно, сначала я отработала первую ветку, оставила в ней 7 активно приглашающих лидеров. Научила их всему тому, что я умею. Я лично, вообще это были лично мной приглашенные люди, потому что ветка только запускалась. Вторая ветка, это ветка тоже началась с активно приглашенных мной людей. Сейчас лидеры не оставляют эту ветку до тех пор, пока в ней не будет 22% под вами, вы, естественно, тоже 22%, но под вами 5-7 активно приглашающих людей, два из которых условия нашей бизнес-системы, лично приглашенные ваши. Если вы на 22%, но у вас, например, нет ни одного приглашенного человека в эту систему, в первую ветку, и есть 5, например, но они все потребители, не лидеры, то мы ищем до тех пор, пока у нас будет лично приглашенных 2, а всего 5-7, которых пригласила команда. Это очень важно. Я не хочу, чтобы вы строили ветку спонсору, как некоторые думают. Я не хочу просто, чтобы вы неправильные выводы делали. Это ваша ветка. И сюда максимально нужно приглашать всех знакомых, всех лидеров. Не нужно жалеть людей на первую базовую ветку, она ваша. И очень важно, если вы, например, бывает такое, что поубежали некоторые строить вторые ветки, и в первой, например, нет вообще лидеров, которых они пригласили, то о каком 5-процентном бонусе, качественном, может идти речь, если вы для самого себя не создали базу в этой первой ветке. Поймите, лично мне я приходила в этот бизнес, чтобы пожизненно получать пассивный доход. Я для себя ветки, ну так скажем, нехорошим словом, закопала. Я пригласила активных людей, я перебрала огромное количество людей для того, чтобы найти тех самых ключиков, которых я сопровождала до результата. То же самое я рекомендую сделать вам. Не убегайте строить вторую ветку, потому что если ваше первое будет тусклое, то вы в любом случае через полгода, через год вы в нее вернетесь. Поэтому, друзья, думайте о будущем. Не думайте о сегодняшней колбаске, которая даст вам 10 тысяч рублей. Думайте о 5-процентном бонусе, который может быть 5 тысяч рублей, а может быть 50 тысяч рублей, только с одной ветки. Поймите, что чем больше директоров будет в вашей команде в этих веточках, в первой, например, вашей ветке, даже если вы только новичок и пришли, чем больше будет лидеров, чем больше вы выложитесь в каждую из веток, чем больше вы лидеров пригласите, найдете в процессе. Я не говорю, что это просто. И быстро время пройдет, мало времени затянет. Это, возможно, уйдет на это время, но зато эти грамотно, качественные, построенные ветки лично вами в глубину будет пожизненно давать вам пассивный доход. Друзья, будьте благоразумны. Не убегайте строить вторые ветки. Но если вы думаете, что спонсор вас обманывает, спонсор хочет, я не знаю, себе построить, чтобы вы всех своих людей на свою ветку, на его ветку как-то там добавили, вы услышите, но пройдет, к сожалению, время. Пройдет год, и уже нельзя будет вернуть того, что сегодня есть. Поэтому, друзья, у нас правило такое. Первую базовую ветку мы ведем до тех пор, пока у вас будет 22% в вашей базовой ветке, в первой, и в ней будет 5-7 активно рекрутирующих людей, двое из которых лично ваши приглашенные. Если есть один, нет, мы ищем второго. Если есть три лидера, один из которых ваши, нет, мы ищем дальше до тех пор, пока ветка будет очень быстрыми темпами расти, и ваши люди будут выходить на доходы. Мы пришли в бизнес не для того, чтобы быстренько бабла срубить, поймите. Мы пришли в бизнес для того, чтобы у нас были люди в наших командах, нами приглашенные, чтобы эти люди зарабатывали деньги, не 30 тысяч рублей, а 100 тысяч, 200 тысяч. Для этого их нужно пригласить и обучить. Да, это требует больше времени, но это будет приносить нам деньги пожизненно. Поэтому всем успехам! Я думаю, что я была вам полезна. Включайте, так скажем, благоразумие. Для самого себя нужно делать по максимуму. Всем до новых встреч!